У меня есть большая проблема в жизни. Я вешаю 120 кг, я почти 2 метра ростом, и знаете, кто по гороскопу? Я Дева. Понимаете, сука, Дева. Просто это не тот знак, который мне подходит, а? Вот если был бы знак Куча, было бы то, что надо. Типа, ты кто по гороскопу? Я Куча. А, Куча? Я так и подумала, у меня Дед Куча, все кучи такие. И знаете, я зашёл в интернет почитать, что пишут про мужчин Дев, и там была очень занятная фраза. Мужчина Дева очень хорош в постели, но не охотник. Скорее он хочет быть желанной жертвой. Понимаете, желанной жертвой. Я прям представляю, как я голубю полюсу, за мной гонится шлюка с ружьём. Стреляет в меня с трапонами просто, понимаете? И знаете, есть минус быть кучей, да? Мы один раз на работе делали ремонт, переносили вещи, и моя коллега говорит, на ещё сумку, ты самый здоровый. А если я самоздоровый, мне что, не тяжело? Меня так с бесилой берёт. Давай тебя трахну, это самое красивое. Все по делу. А обладируйте, пожалуйста, кто хоть раз в жизни ездил в флоскарте. Может, давно, может быть, недавно. Знаете, у меня в флоскарте всегда страх, что у меня украдут обувь. Знаете, что я проснусь и придётся идти босиком. Я ещё всегда думаю, проснусь чуть раньше, украду у соседа. И знаете, как я решил эту проблему? Я сплю в обуви. В трусаке в обуви. Такой сельский стриптизёр. И знаете, я езжу в поездах периодически, и мне как-то стало интересно, а продают ли в поездах презервативы? Ну, разные могут быть ситуации, серьёзно, да? И я там раз со смелости подхожу к проводнице, спрашиваю, извините, у вас есть презервативы? Она такая смотрит на меня. Ой, кого ты там в драке собрался? Кого? Ту доску? Через полчаса у меня откупает. И когда это первый раз произошло, я рассказал своей девушке, я думала, она будет меня ревновать, но нет, она обрадовалась, сводила меня в бар, заплатила за меня. Я говорю, в чём дело? Она говорит, так ты не урод. Да? Типа, ты нормас. И знаете, девушки очень странные. Моя девушка всё время лезет целоваться в общественных местах. И меня это очень сильно бесит, потому что я не принимаю в этом участие. Мне как-то девушка звонит, говорит, алло, поговори со мной тут собаки. А вот как я помогу, да? Послушаем, как тебя будут жевать или что? Или ты думаешь, что будет такая ситуация, чтобы тебе подвигу собаки, ты достатешь телефона такая... И собаки такие. Пойдём сожрём у тубе с телефона, да, Сима? И знаете, вот я вот сейчас тут накидывал, типа, на девушек, но я считаю, что в 2018 году вообще нет места сексизму, потому что, согласитесь, сейчас девушки, женщины уместны в любой сфере, да? Женщина-врач, женщина-таксист, женщина-охранник. Но вы видели, как кончено выглядят мужчины-кассиры? Они же даже ни разу не кричали «Охрана, обмена!» Если что-то будет не так, вы будете просто смотреть вдаль, вот и всё. Всё решение. И знаете, проблема в том, что они не на своём месте. Вот у меня есть знакомый, который тоже не на своём месте, он работает учителем. Я говорю, зачем ты работаешь учителем? Он говорит, ну, у нас семейная династия. Смотрите, как это тупо, да? У тебя дед – учитель, отец – учитель, и ты стал учителем. Ты же видел, что вы плохо живёте. Я не думаю, что вы ездили на Мерседесах и такие, фу, куда-то мы в этом году попёрли. Можно работать. И знаете, я в этом плане, я сам небогатый. Вот чтобы вы понимали, насколько небогатый, у меня все деньги с собой. Вот и всё. Всё прям нею. Ничего нет, правда. И вот ещё такая история на счёт того, что люди не на своём месте могут привнести очень много ерунды в чужую жизнь. Я один раз был на свадьбе, и была очень плохая Тамадана, вообще не общалась с молодыми, сейчас будет такая немножко жёсткая ситуация, но все мы взрослые люди, все мы понимаем, это жизнь. В общем, невеста была сирота. Но Тамадабра это не знала. И знаете, у неё под текстом должно было быть слово родителям невесты, она такая, «А теперь родители невесты!» И свидетель такой, «Извините, а их нет». Она же в образе. «Как нет?» «А куда они ушли?» «А давайте их все вместе позовём!» «А вот что ты делаешь в субботу?» «Я говорю, не знаю пока». Он говорит, «Ничего не планирую». Я такой, «Хорошо». Прошла суббота, он мне даже не позвонил. Этот ублюдок просто катился, чтобы я просрал субботу. И я уверен, что такие люди вырастают из-за плохого воспитания. Я, допустим, честно, ненавижу современных школьников. Вот правда. Они стали каким-то очень пафосными, очень надменными. Сейчас школьники. На выпускной мечтают снять лимузин. Когда я учился в старшей школе, мы на выпускной мечтали снять проститутку. И я уверен, что в неё отличат лимузина влезло бы 20 человек. И знаете, мне не нравится мода школьников. Знаете, сейчас очень модно надевать кроссовки под смокинг. Девочки носят кеды под вечернее платье. Я когда в городе встречаю такого парня, который надел кроссовки под костюм, я представляю, что в этот самый момент где-то на заводе в спортивном костюме в туфлях крутит его батя. И школьники думают, что они выглядят круче, да? Просто парни, я в детстве, возможно, многие из вас тоже, чтобы выглядеть круче, мы специально стирали кулачки об асфальт. Да, типа мы много дерёмся, занимаемся каратэ. Но у нас была девочка, которая стирала себе коленки. Она говорила, мне это в жизни больше пригодится. Меня это моя мама научила. И знаете, вот насчёт воспитания. У меня просто был очень строгий отец. Мы как-то с отцом работали на даче. Я говорю, пойду в туалет, скажу. Он говорит, ты же вчера ходил. Я говорю, что он говорит, завтра сходишь, да? Я считаю, согласна. И в конце расскажу такую вещь. Поплодируйте кого в социальных сетях есть знакомые, переписка с которыми складываются только от поздравления к поздравлению. Так, типа, с днём рождения, с днём рождения. С Новым годом, с Новым годом. Меня такая знакомая недавно поздравляла с днём рождения, и я был в бешон. Просто было видно, она мне тупо переслала чужое сообщение. Там было, оставайся такой же весёлой. Я был в бешенстве, я решил отомстить, дождался, когда был день рождения у неё, и переслал из сообщения своего лучшего друга. Чтоб хер стоял и деньги были. Ребят, вам того же, вы отлично помните.